Ну что же, злоумышленник получит заслуженное наказание, а мы должны помнить и соблюдать личные меры безопасности. И одно из золотых правил – не рассказывать лишнего в социальных сетях. Этот совет особенно актуален в сезон отпусков и летних каникул. Почему? Узнала Татьяна Барульна. Пользуясь соцсетями, главное не попасть в сети мошенников и воров. И не то, чтобы они нас выслеживали, зачастую мы сами их провоцируем. В интернете сезон отпусков – это сезон горячих постов. Лента новостей пестрит статусами типа «Получил визу» или «Турция, море, я лечу». Записи о счастливом отпуске соберут кучу лайков, а мошенники – кучу полезной информации. Социальные сети – хороший инструмент для злоумышленников, для того, чтобы контролировать своих потенциальных жертв с целью хищения имущества или краж квартирных. Например, люди зачастую выкладывают информацию с фотографиями, с геолокацией, где они находятся, когда они путешествуют, что они делают в данный момент. Конечно, можно воспользоваться этим легко. По сути, ваша соцстраничка – это праздник для воришек, а фото дорогой техники и машин – призыв к действию. К сожалению, жертвами становятся и дети. Вору ничего не стоит выяснить внешность и место жительства малыша. Мама в соцсетях сама дает наводку. Все уже, село Селинское. Задача преступников, которые могут как-то похитить ваших детей с какой-то целью – это завоевать доверием детей. Для этого они могут использовать информацию, подчеркнутую из соцсетей. Особенно это актуально для похитителей, которые могут специально подкарауливать несовершеннолетних. Статистика ужасает. Только в прошлом году без вести пропало почти 5000 человек, и треть из них – дети. Их уводят под разными предлогами – посмотреть котенка, купить мороженое. Вот какой эксперимент мы решили провести на улице от нашего города с моим коллегом Николаем. Скажи, пожалуйста, в чем суть твоего эксперимента? Цель моего эксперимента предельно проста. Я хочу втереться в доверие ребенка и под любым предлогом повести его за собой. Неважно, это может быть машина, двор какого-то дома, либо парковка. Главное, чтобы он пошел за мной. Я с собой возьму скрытую камеру, вот такое звукозаписывающее устройство, ну и посмотрим, что из этого выйдет. У меня машину не могу закрыть, нужно подняться за сумки. Можете постоять рядом с ней? Да? Пойдемте, кто из вас или все? Да вот здесь. Пойдем у мамы тогда, спросим у мамы Саши. Я устала. Я тоже. Эй, а надо. Ну пойдем. Там машина, бля. Давай быстрее, там машина. Перелез? Пойдем. В каком доме? Сейчас отпросимся и поедем, да? Ребят, а можно вас попросить по дежурью постоять в той машине? Я не могу закрыть, мне нужно домой подняться, вещи спустить. Какая? Покажите какая. Постоите? Да. Как тебя зовут? Илья. Илья? Да. Хоть хотите сесть? Да. Хотите, да? Сейчас тогда ее открою. Среди них был ваш ребенок. Из 15 детей, кому обратился Николай, 9 ушли. Но не только на улицах. Опасность поджидает ваших детей в интернете. В зоне риска подростки 6-15 лет. Любопытные и общительные. Они добавляют в друзья незнакомцев, подчас становясь жертвами насилия. В России фиксируется постоянный рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Более трети детей, а это 41%, сталкивался с сексуальным контентом в интернете. Каждый пятый ребенок, а это в России 21%, лично встречается с теми, с кем познакомился в соцсетях. И в каждом десятом случае это заканчивается сексуальным домогательством. У Татьяны 11-летняя дочь. Но зарегистрироваться в соцсетях мама разрешила только год назад. И то с условием, что аккаунт дочки будет под строгим контролем родителей. Сейчас в таком и время живем, что опасно. Часто проверяем ее подписчиков, друзей, с кем она общается. Я даже иногда, набирая ее логин, пароль, захожу к ней на страницу и проверяю смс сообщений. Кто ей пишет. И чтобы никто ей особо так не писал, мы закрыли ее смс. То есть, посторонне никто не может ничего написать. Чем больше информации о вас будет указано в интернете, тем более легкой добычей вы становитесь для вора, мошенника или того хуже маньяка. Поэтому в следующий раз, заливая фотографию с отдыха или, например, мимимишного малыша, задумайтесь, стоят ли эти лайки вашей безопасности в реальной жизни. Татьяна Барульна, Николай Ревенко, Максим Максимов, Дмитрий Кириллов. Новости дня.